МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилой дом вплотную с площадью Победы. Запланированное строительство возмутило общественность в апреле 2007-го. Между площадью и улицей Калинина должна была вырасти 14-этажка. Что такое строительство этого дома на этом месте? Это мусорные контейнеры, которые будут расположены практически на площади Победы. Это выгул собак, это бельевые веревки, это подъезд машин. С 14-го этажа можно будет метко, бросая окурок, попадать в вечный огонь, потому что расстояние это позволяет. Ветеранов войны такая новость просто ошеломила. Власти уже давно обещали возвести рядом с площадью мемориал с именами воинов-амурцев. Я считаю просто унижение, недооценка того величайшего подвига, да просто святотаться. Через несколько лет рядом с площадью Победы появилась не 14-ти, а 10-ти этажка. И рядом с ней плиты с фамилиями тех, кто воевал. Эта история тоже почти про войну. Танки ездили по улице Нагорной в апреле 2005-го. Они много лет до 2005-го ездили здесь же, из воинской части на учение. Но 10 лет назад окраину начали осваивать предприниматели, открыли торговые базы, дорогу к ним заасфальтировали на свои деньги, а танки портили покрытие. Наши коллективы и по субботам устраивались, и субботники, и воскресники для ремонта дороги. Соответственно, очень многое здесь делалось вручную, да, и вот такое отношение военных к нам очень не нравится, оно крайне неуважительное. Очень много клиентов сюда приезжают, и когда они едут, так сказать, по колдобинам, грубо говоря, да, вот, второй раз им уже сюда ехать, ну, явно не захочется. То есть они будут искать какие-то другие, так сказать, варианты, так сказать, и приезжать в какие-то другие места. То есть это, своего рода, тоже, ну, является угрозой бизнеса. Спор военные против малого бизнеса разрешило время. Танки по Нагорной больше не ездят, потому что часть расформировали. Светлый праздник Пасхи в 2003-м Благовещенск встречал особыми яйцами, которые удивляли не только ценниками. За пару недель перед Христовым Воскресеньем продукт подорожал почти наполовину. Христос Воскресе, именно такой штамп появился перед Пасхой на самых больших отборных яйцах. Именно их продавцы советуют на праздничный стол. Правда, вместо пасхальных за 26 рублей самыми популярными все же остаются самые дешевые. Без штампа, но по 23. Как рассказали тогда продавцы корреспонденту, предпасхальное повышение – это нормально, потому что летом спрос падает, а производство поддерживать на что-то надо. В 2001-м на этой неделе тоже собирались красить. Но не яйца, а объект покрупнее. Альпинисты готовились покорять колесо обозрения в горпарке, чтобы покрасить конструкцию. Аттракцион работал уже полтора десятка лет. Надо было обновить. Навыки безопасности работы на высоте, они доведены до автоматизма. Мы занимаемся альпинизмом и скалолазанием с 87-го года. Естественно, что все движения, ну не скажу, что отточены, но, во всяком случае, наработаны, выверены. С тех пор колесо в горпарке красили еще один раз – в прошлом году. И ближе к завершению немного старой рекламы. Как на городском телевидении рекламировали городские газеты. Смотрим ролик из архива. Вот и все архивакты на сегодня. Снова вместе вспомним прошлое через пару недель. Сразу после 1 мая и Дня Победы. Счастливо!